Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Весну мы эти фишки пишем, летом мы их бета-тестируем, и осенью у нас появляются новые фишки, которые позволяют нам обрабатывать DDoS-атаки в полностью автоматическом режиме, в том числе и так называемые атаки Full Browser Stack, то, что предыдущий коллега назвал Headless Browser, всякие другие вещи, но я постараюсь без маркетинга, потому что сейчас не хочется говорить про маркетинг. В общем, у нас в этом году новые фишки, по идее, должны были накрыться медным тазом. Вот эту часть я ее ожидал, как бы Сочи, все понятно, всплеск. А то, что дальше началась вот эта вот вся радость, это совершенно неожиданно, это сожало у нас кучу времени, сил. Было весело, собственно, да, было много в СМИ новостей на эту тему, все, наверное, слышали, что ЦБ и РФ валяли, валяли Альфа-банк, Газпром-банк, Внештор-банк, валяли Роскомнадзор, валяли Кремленру, причем по нескольку раз. Была политика, политика концентрированной выражения экономики. Как это выглядело в цифрах, в абсолютных? Ну вот стандартный достаточно слайд, который я год от года показываю, чтобы можно было как-то соотнести динамику. Нейтрализованная атака за этот год уже почти 6 тысяч. Сравнить за весь прошлый год, то есть у нас осталось еще 2 месяца, чтобы его перегнать, 6700. Однозначно перегоним, было занятно. Максимальное количество атак в день в прошлом году был, конечно, рекорд. 151 атака за сутки. Это был замечательный день. К нам вернулся DNS-амплификейшн. Средний размер ботнета – это такая величина, которая колеблется всегда вокруг 2000 единиц. Это средний размер активных IP-адресов, которые участвуют в атаке в одной. Показательная цифра. Почему? Потому что, как-то не парадоксально, вот сколько мы занимаемся проблемой, 2000 ботов обычно достаточно, чтобы убить среднестатистический рунетовский веб-проект. В том числе достаточно крупный e-commerce. Почему? Потому что плохо проектируемся. Что еще интересного? Интересно, вот количество атак поменялось, которые перешагнули порог в один гигабит. Это цифра, которая была в каждой моей презентации с 2011 года. Почему? Потому что гигабит – это стандартное подключение сервера в дата-центре. Их число ставило 6% в этом году. И чуть-чуть подросло. Более 10 гигабит. Мы добавили в этом году эту циферку, потому что стали и 10-гигабитные подключения возникать. 2%. Больше 100 гигабит вообще мелочь – 1,29%. Занятно. А вот в абсолютных цифрах это как выглядит. Обратите внимание. Атак скоростью больше 100 гигабит в секунду – 76 штук. Вспоминаем вот этот слайд. Видите, как полыхает красиво. Что еще интересно? Политика Украины замечательна. Но вот два всплеска осенних – это в одном случае в чистом виде бизнес, в другом случае мне сложно как-то категоризировать этот веб-сайт. Я бы его отнес, наверное, к СМИ, причем СМИ из СНГ. А вот так вот выглядит другой счетчик. Это количество инцидентов, нейтрализованных нашей системой, за сутки. Прошлый год – бледно-голубой цвет, и этот год – темно-синий. Очень хорошо видно вот это вот март и дальше. Вот это вот все, вот этот всплеск. Это был DNS amplification, про который я рассказывал почти год назад, ровно на этом же мероприятии. И вот этот темно-синий тренд, растущее количество атак – это этот год. Что странно? Как бы вообще графики не коррелируют. Что происходит? Давайте попытаемся разобраться. Вот у меня такой слайдик был год назад. Прошлый год астрологи объявили годом фиолетового пони, потому что дохлую лошадь под названием DNS бить уже дальше сил нет. Он всех всем надоел. И год назад вот еще был такой слайд, про который я говорил. Это NTP amplification. Что интересно, что даже в профессиональной среде, например, на райп-митинге в Афинах, меня с версией про то, что DNS можно амплифицировать, немножко зашикали. И вот такой был слайд про другие перспективные протоколы, например, SNMP, BitTorrent. И дальше так достаточно расплывчато сказано любой другой протокол с плечом ответа и без аутентификации клиента. Почему сказано расплывчато? Очень не хотелось давать злоумышленникам на руки лишние карты. Давайте пытаемся разобраться вообще с проблемой amplification, какие бывают протоколы и какой коэффициент амплификации. Вот мы сделали анализ всех доступных в сети в IPv4-адресном пространстве амплификаторов. Текущая картинка, текущий связь буквально прошлой недели DNS amplification. Очень хорошо видно, что самый большой пик фиксируется там 19, 25, а максимального коэффициента амплификации порядка 60, совершенно следовые значения. Почему? Потому что DNS amplification за прошлый год всех поддостал, операторы сетей, операторы крупных DNS резолверов, провели хорошую работу, попатчили сервера, попатчили инфраструктуру и стало жить сильно проще. DNS amplification в прошлом году закончился. Ему на смену пришел NTP amplification. Почему он пришел? Видите вот этот вот всплеск? 1300 крат по сравнению с 60-кратным коэффициентом умножения у DNS. Очевидно, что мероприятие гораздо более прибыльное. Соответственно, интересы у злоумышленников сместились в сторону NTP amplification. Дальше. Такой замечательный сервис из времен ARPANET, Chargen. Тоже вот он присутствует, хороший коэффициент amplification с максимумом 255. Еще один замечательный сервис, с помощью которого можно разогнать DDoS-атаку класса amplification. SNMP. Тоже два хороших всплеска приличных. 46, 39. Очень нажористо. Арендовали сервер с гигабитным подключением, а получили на выходе в сторону клиента 40 гигабит. Отлично. И вот еще такой интересный персонаж, как SSDP. Поднимите руки в зале, кто знает, что такое SSDP, с чем его едят. Что это за протокол? Одна рука. Еще? Еще одна рука. Видите, никто ничего не знает. Почему? Потому что этот протокол живет в консюмерских железках. Это часть UPnP. Вот, видите. А теперь попытаемся разобраться, почему DDoS-или. Ну, собственно, у нас пять проблем из одной семьи. Называется User Data Gram Protocol. Чем отличается UDP от TCP, кто в зале знает. Не буду комментировать. Вот тут, чтобы просто воспринималось, я привел самые популярные, самые, наверное, такие массивные кластера мультипликации для всех этих протоколов. История прекрасно видна. Видно, что NTP прям просто лидирует. Им амплифайить атаки наиболее удобно. Следом идет Chargen и SSDP. А вот посмотрим на эту проблему в другом разрезе. Вот если взять все амплифайеры в сети, вообще все, и посчитать тотальный универсальный коэффициент амплификации для этого класса атак. Вы сейчас удивитесь, но получится вот такая вот цифра. Сколько тут нулей? Да, вот, 150 миллионов. Очень мило. Один пакет 150 миллионов в ответ. Хороший коэффициент амплификации. Но что интересно, посмотрите, циферка достаточно стабильна, то есть имеется некоторая тенденция к снижению, но она достаточно невелика. Пока не будем как-то это интерпретировать, просто оставим это себе на полях. А вот так вот выглядит динамика фаворита прошлого года NTP. Стартовая цифра совсем другая, в два раза выше. Видите? То есть 300 миллионов. И буквально за квартал, то есть с первого, вернее за квартал, за два квартала, с первого июня этого года по текущий момент, эта цифра снизилась в два раза. Есть версии почему? Браво. Он всех достал, все это запатчили. Клево. Ох. А вот этот слайд называется сатана. Смотрите. Здесь изображены все известные нам источники значимых амплификаторов в сети. И черген, и NTP, и DNS. И вот эта общая сумма амплификаторов. 1,6 миллиарда. Правда, мило. И смотрите, фаворит прошлого года NTP. Это вот этот оранжевый график, который стелится по самому дну. Прямо практически параллельно оси X. Вот он повыше DNS. Здесь же есть SNMP. А вот это вот что? А это SSDP. Тот самый SSDP, про которого знают два человека в зале. И то один только потому, что им додосили. Получается как-то так. SSDP должен убить всех. Верно же? С таким коэффициентом приложения. Умножение. Ну, на самом деле, оно бы всех и убило бы, наверное, если бы мы имели некоторую идеальную сеть, полносвязанный граф с бесконечной связностью между узлами, этот коэффициент на выходе однозначно можно было бы получить. К нашему счастью, к нашему счастью, SSDP-устройства находятся на периферии интернета. Они плохо связаны. Поэтому SSDP сейчас популярен, но особо страшных атак с ним сейчас мы лично не наблюдаем. И, насколько я знаю, не наблюдают коллеги. Нам здесь повезло. Это здорово. Есть мнение у меня однозначное, что SSDP последует вместе со всеми остальными своими коллегами из семейства UDP к оси координат туда, к нулю. И на этом эпоха amplification attack закончится. Это, собственно говоря, что мы наблюдали в этом году, почему мы это наблюдали так. И предположим, что, скорее всего, с amplification attack в следующем году мы все распрощаемся, нам станет с ним жить сильно легче. Окей. Перейдем к следующей части, в которой я хотел бы рассказать о, наверное, самых эпичных фейлах, которые встречались мне и моей команде за этот год. Как ни странно, часть этих фейлов существенная была связана с топологией. Представим себе, что есть два веб-сервера. Веб-сервер котятки и веб-сервер щеночки. Один веб-сервер подключен к провайдеру 1 и провайдеру 2, а второй подключен к провайдеру 2 и провайдеру 3. Котятки, ребята, ленивые, поэтому BGP-сессия, вот это вот все зачем? Пусть за нас провайдеры все анонсируют, наши суперпрефиксы, и все будет хорошо. Ведь они же большие, умные. Логично. Вот. Проблема. Проблема случилась, когда в 4 часа ночи самый большой умный провайдер получил атаку класса NTP-амплификейшн, превысившую его возможности транспортной сети, и ушел в несознанку. С потерей пакета приблизительно 90%. Кстати, 90% не гарантирует выпадание BGP-сессии. То есть анонсы в глобальную сеть все так же продолжали поступать. Пользователи, самый большой их сегмент, потому что это самый большой провайдер, все так же продолжали идти в эту автономную систему, атаковали щеночков, а пострадали ленивые котятки. И отскрести это было крайне сложно, потому что пострадали здесь люди, а люди, которые должны принять какие-то действия, они находились совершенно в другом месте. И в 4 часа утра поднять инженера, который способен переконфигурировать Джунипера, ну, вы понимаете, было сложно. Вот, всем было грустно, было грустно тотально, до тех пор, пока все-таки инженеры не разбудили. Нужно заметить, что котятки после этого перестали лениться и подняли такие BGP-сессии. Свою топологию нужно контролировать. Такой вот урок. Ну, допустим, вы все равно котятки, интерпрайзные котятки, и вы находитесь в хостинге, в котором суммарная декларируемая пропускная способность составляет 600 гигабит. Крупная цифра, отлично звучит. Вспоминаем картинку. Самые важные каналы. Каналы, как правило, самые загруженные. Соответственно, в этом случае атакующим понадобилось чуть меньше 100 гигабит, чтобы перегрузить инфраструктуру хостинга. Наш заказчик потерял на время атаки 80% трафика. Я вот был вот таким вот печальным человеком. Нам сказали изначально, когда мы сказали, что «Ребят, давайте мы проложим до вашего приложения защищенный канал, куда можем писать только вы и мы. Это гарантирует всякого рода отказы от атак класса Amplification». Нам сказали, что мы переоцениваем риски. Возможно, заказчик всегда прав. Но вот жизнь показала, что риски мы вовсе не переоценивали. Окей, следующий случай. Что еще важно, помимо вашей топологии? Важна конфиденциальность. Мы, к сожалению, не можем вам помочь, если произошло разглашение IP-адреса вашего приложения оригинального. В случае, конечно, если у нас нет канала. Вот здесь сидят коллеги из Хабра-Хабр, которых я, собственно говоря, цитирую нашу переписку. Хабр пришел к нам уже под атакой. У них, конечно же, много проектов. Тематические медиа молодцы. Делают много всего. Кстати, у кого из присутствующих в зале людей больше стойки оборудования? Много, да? А у кого в этой стойке больше одного слэш-24? Гораздо меньше. Соответственно, что сделали с Хабром? Посмотрели их сабнет и атаковали весь префикс. Случаи, на самом деле, не самые сложные. В случае политики были гораздо более веселые истории, когда атакующая сторона внимательно изучала раут-таблицы BGP, внимательно изучала RIR-сервера, в хуис-сервера. И атака была спланирована так, что у дата-центра были подавлены все внешние каналы IP-транзита. В таком случае восстановить ресурс в рабочее состояние, мне кажется, крайне затруднительно. Единственный вариант это сделать, это построить быстро защищенный канал связи. Окей. Что еще интересного было? Ну, собственно, реакция с Хабра-Хабра была вполне логична. Когда я им сказал, что коллеги, судя по всему, произошло разглашение IP-адреса, нужно полностью отправить в блок-лист все ваши IP-адреса, всю вашу подсеть, для того, чтобы хостинг сохранил работоспособное состояние. Дальше мы что-нибудь придумаем. Заведемся на новых IP-адресах, пробросим ваш живой трафик. Вполне понятные шаги. К сожалению, для осознания серьезной ситуации ребятам понадобился час. Мне лично было за это дико стыдно. Но, опять же, клиент всегда прав, я ничего не могу здесь поделать. Окей. Что еще может быть важно? Важен может быть DNS. В прошлом году, год назад, я рассказывал о том, что мы запустили устойчивый DNS на сети Curator. В тот момент услуга была в состоянии беты. и вот в этом году она внезапно в 4 часа ночи из этой беты вышла для такого заказчика, как ведомости. По-моему, в каждом своем докладе я говорю, что, коллеги, не держите, пожалуйста, ваши DNS-сервера в одной инфраструктуре с приложением. Держите его в облаке. Тем не менее, это случается чуть более, чем, наверное, каждый раз. Еще очень важен здравый смысл. Что я подразумеваю под здравым смыслом? Невозможно, к сожалению, предугадать за заказчика его риски. Невозможно предугадать ситуацию, в которой ДДОС-атака случится. Это видит лучший заказчик. Я категорически рекомендую. Мы не команда скорой помощи. Мы, скорее, терапевт. Мы можем провести какие-то реанимационные мероприятия, но в этот момент совершенно точно случится даунтайм, как это случилось с тематическими медиа. Включайте здравый смысл, планируйте свое развитие, оценивайте здраво свои риски. Ну и еще одна хорошая вещь это память и внимательность. Вот год назад я предлагал ровно такой слайд. То есть не держите ДНС у себя в сети. Имейте возможность отключить UDP-трафик на сети ваших апстримов. для большинства пострадавших российских организаций во время украинской и крымской кампании эти две рекомендации на 100% предохранили бы их от даунтайма. К сожалению, никто им не следовал. Почему? Не знаю. Окей. Что же будет дальше? Вот DNS amplification ушел в историю. NTP amplification ушел в историю. SSDP. Сеть стала хорошей, доброй. Как бы не так. В 2009 году в моей презентации был вот такой слайд. Как мы классифицируем DDoS-атаки. Четыре уровня. И справа для справочной информации приведен в среднем по больнице, на самом деле. Очень широким штрихом. Размер ботнета необходимый для успешной реализации атаки этого уровня. Давайте попытаемся еще раз пробежаться по всем этим уровням. Посмотреть, как вот то, что мы наблюдали в течение последних лет, раскладывается по ним. И предположить, куда же все это будет двигаться. Ну, исчерпание канальной емкости. Самый простой и доступный способ. Все amplification класс атаки живут именно в этом уровне. Еще в этом уровне, конечно же, живут разного рода трафик-генераторы наподобие иксия. Но я думаю, что, имея амплификатор даже с порядком 10, коих более чем достаточно использовать для генерации атак именно на полосу, трафик-генератор пока остается бессмысленным. Следующий уровень. Самый популярный уровень на протяжении многих-многих лет. Это атаки на приложения. Почему они так популярны? Потому что у этих атак, как правило, чрезвычайно большое плечо. Количество ресурсов, необходимых для того, чтобы потребить все ресурсы вашего приложения, отличается на несколько порядков. В этом уровне, как правило, используются для атак различного рода батнеты. Ну, на самом деле, там все не так однозначно. Тут же еще могут быть различного рода Google сервисы, Google Docs, Google Search. Тут же может быть WordPress. Ну, это понятная и простая методика, и, в принципе, никаких проблем с ней, по крайней мере, мы не испытываем. Следующий уровень — сетевой стэк. Кстати, а кто думает, SlowLoris относится к атакам на приложение или нет? Кто считает, что относится? Одна рука относится. Две руки, три руки. Что, если я в SlowLoris не буду говорить семантически законченными фразами протокола приложения? Он все еще продолжит работать или нет? Окей. Игорь Сосоев считает, что не продолжит. Я считаю, что продолжит. SlowLoris, на самом деле, на мой взгляд, вообще любые атаки на различного рода тайм-аут и некорректное закрытие соединений это все-таки относится к сетевому стэку, к стэку, который реализует набор сетевых протоколов уже в вашей операционной системе, а не в вашем приложении. И еще в сетевом стэке живут трафик-генераторы. Трафик-генераторы, про которые я говорил и год назад, и два года назад. Это новое поколение фреймворков, которые позволяют генерировать пакеты на скорости физического доступа в вашу сеть. Это и NetMap, и DPDK от Intel, и PF RingDNA. Все с этими фреймворками знакомы, все замечательно. Что поменялось? Кто слышал про Shellshock? Все слышали. Как думаете, какое количество серверов, контроль над каким количеством серверов, хорошо соединенных, был захвачен? порядок хотя бы. Наша оценка сотни тысяч. То есть в первые 72 часа после релиза Shellshock мы наблюдали Batnet in the while, который распространялся, и уже за 72 часа состоялось более чем 10 тысяч серверов по всему миру. И вторая такая функция очень интересная – это Хаброхабр. К сожалению, а может быть и к счастью, я не знаю, но коллеги из индустрии очень часто обсуждают вопросы генерации трафика на Хаброхабр. И вот на данный момент эти статьи уже выпилены, к счастью, но интересно, что люди в лаборатории построили трафик-трафик-генератор, построили трафик-генератор для генерации синт-флуда. Классическая атака на TCP-стаг-систему. В этом генераторе, в коде генератора, очевидно, были доступны уязвимости. Уязвимости – это некорректно проставленные поля IP-пакетов, по которым можно было этот синт-флуд отфильтровать в течение нескольких наносекунд. Никакого труда борьба с таким синт-флудом не составляла. К сожалению, появились в этом же трейде другие коллеги, которые тут же показали. Ребята, смотрите, вот у вас окна не проставлены, вот TCP-опции нестандартные. Будьте добры, закройте. И мы получили перфект-флуд. Вот с этим флудом для нас справиться проблем нет. Вот если у вас нет железки класса F5 или SRX, для вас это, скорее всего, составит проблему, и меня это тревожит. На мой взгляд, все-таки распространять знания о том, как генерировать атаки, нужно крайне и крайне осторожно. Это меня расстраивает. Все-таки синдром Сахарова, надо задумываться о том, что ты отпускаешь в массы. Окей. Ну и самый последний уровень, который я оставил на сладкое, на десерт, это атака на инфраструктуру сети. Сюда я бы отнес любые, вот все атаки, которые каким-то образом влияют на оборудование, которое форвардит пакеты. Это протоколы маршрутизации и кэши и заставить раутер пофрагментировать или пересобрать фрагментированные пакеты. Все это атаки на инфраструктуру сети. Смотрите, если посмотреть во временном в раскладе, видно, что можно предположить, что атаки на приложения были самыми популярными 2010-й, 2011-й, 2012-й год. В 2012-м году появились вершины этих атак лучше их Pinnacle, что называется. Это атаки с применением Full Browser Stack. Окей. 2013-й, 2014-й год это исчерпание канальной емкости. Где-то по дороге всегда были атаки с использованием Синфлудов и генераторов разного рода Акфлудов. Но это тоже всегда было здесь. Атаки на инфраструктуру сети вплоть до позапрошлого года в природе мы их не встречали. Это не значит, что их нет. Смотрите, простой пример. Недели три назад мы взяли с позволения Московского университета сеть СЛЭШ-24, университетского общежития, который находится в университете, с ним все хорошо, и буквально за пару минут отправили его в Северную Америку. Это не значит, что сеть Московского университета сконфигурирована плохо или плохо управляется. Это значит, что просто в протоколах маршрутизации есть уязвимость, которая позволяет это сделать быстро и без особого труда. Собственно, всем удачного Хэллоуин. Я, наверное, сегодня очень сбивчиво рассказывал, у меня, к сожалению, температура. Предприношу извинения, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за доклад. Я повторю вопрос, который задал предыдущему докладчику. Что делать провайдерам для борьбы, для предотвращения профилактики? Провайдерам. А какого класса провайдерам? 50 тысяч абонентов у нас, не особо больших. 50 тысяч абонентов городского размера провайдера. Ну, во-первых, то, что вы можете сделать дальше комьюнити для комьюнити, для безопасности всего интернета, это не выпускать из своей сети трафик, не принадлежащий вашим префиксам. Если это сделано, это великолепно. Как защититься самим? К сожалению, текущая ситуация, у вас больше 100 гигабит внешней связности или меньше? 30 гигабит. К сожалению, в текущей ситуации вы, наверное, практически труп. Есть одна хорошая новость. Есть одна хорошая новость. В апреле месяце мы в бете запустили некую новую вариацию продукта как раз для провайдеров, где мы чистим только входящий трафик ваш. То есть, мы анонсируем ваши сети, ваши префиксы по BGP, чистим для вас входящий трафик, очищаем все вот эти разного рода amplification, возвращаем их вам либо в тоннели, либо по выделенному каналу. Весь удар атаки наша сеть вполне способна взять на себя и разбалансировать его по периметру сети, используя BGP Unicast. Для нас текущая ситуация, мы ее ожидали, мы ее планировали, хорошо подготовились и прожили этот год без даунтаймов, чему я не сказанно рад. Так что рекомендую просто написать мне письмо постфактум, можем сделать вам тест-драйв этой услуги. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. А что делать большим провайдерам федерального уровня в таком случае? Большие провайдеры федерального уровня. Следующий же вопрос, а у вас внешней связанности больше 100 гигабит, а больше 300 гигабит? Нет. Нет. меньше 300 гигабит. В такой ситуации вы фактически труп. Планируйте свое capacity. Честно говоря, вот мне тоже атаки по классу amplification как бизнесу крайне неудобны и неприятны, потому что добавочные стоимости для их нейтрализации мы принести в общем-то особенно не можем. Мы вынуждены за всю эту полосу платить. В отличие от примера Taxful Browser Stack, где мы выступаем просто как красавчики, вам не нужно держать у себя ни железа, ни инженеров, мы все почистим за вас в автоматическом режиме. Что же касается провайдера федерального уровня. Планируйте capacity. Планируйте capacity. И еще один хороший комментарий. BGP Flow Spec подключение к вашим upstream. И выборочная блокировка UDP с полями для причинных протоколов. Вам тоже поможет. BGP Flow Spec. Еще вопрос? Спасибо за доклад. Вопрос следующий. Когда вы анонсируете своим upstream Flow Spec есть уже какая-то тенденция, чтобы крупные операторы транслировали их дальше между собой, чтобы на себя этот удар полноценно не брать, а где-то на своей границе выше его? К сожалению, нет. Смотрите, Flow Spec пока имплементация существует более-менее хорошая только у Juniper. У Cisco на третий год висит на Roadmap. И даже у Juniper на некоторых ревизиях linecard в некоторых ситуациях Flow Spec правила вызывают деградацию производительности устройств. Поэтому пока поставщики услуг связи BGP Flow Spec именно как услугу массово не внедряют. Я думаю, что ограничение пока чисто технологическое, через какое-то время в каких-то следующих итерациях linecard эта проблема будет решена и, наверное, тогда этот протокол будет использоваться гораздо чаще и шире. Еще вопрос? У меня такой вопрос. Практический доклад он про DNS amplification. Вы на уровне приложения все-таки защищаете, используете machine learning? На уровне приложения мы защищаем. Более того, защита от атак на уровне приложения это наш конек. В отличие от многих других компаний мы не позволяем себе лезть в user experience ваших конечных пользователей. Не рисуем там капчи. К сожалению, капчи в России не очень работают. Роботы в России капчи отгадывают гораздо лучше, чем люди. Яваскрипт пазлы флеш-пазлы и вот это вот все оно тоже в общем-то вызывает у пользователей как минимум недоумение, потому что он ожидал увидеть страничку, а видит крутящееся колечко, как максимум раздражение. А так с использованием full-browser stack батнетов это совершенно не спасает. Поэтому данную методологию мы не используем. Мы наблюдаем за вашим трафиком, за трафиком ваших пользователей, постоянно дообучаемся и в случае старта атаки фильтрация, во-первых, сам факт обнаружения атаки, как правило, происходит автоматически и фильтрация тоже происходит в автоматическом режиме полностью. То есть как продукт мы ставим себе задачу, чтобы о факте атаки вы узнавали не через звонок от ваших пользователей о том, что у вас сайт лежит, а из хорошего аналитического репорта следующим утром за чашкой кофе. Ответил на ваш вопрос? Окей. Еще вопросы? Такой вопрос. А планируется ли развитие интерфейса куратора? То есть какие-то пуш-оведомления об ошибках, всплесках и так далее? Больная тема. Честно говоря, когда мы стартовали наш сервис, я рассчитывал, что это будет сервис масс-маркет. Соответственно, наш текущий дашборд сделан для домохозяек, я честно скажу. У нас есть новая версия дашборда с гораздо более детализированными отчетами, с большим объемом аналитики, с использованием, кстати, результатов того самого машин-лернинга, как мы видим ваше приложение. Там есть очень интересные данные, например, о том, какие именно фрагменты вашего приложения на каких данных начинают тормозить. Но вот, к сожалению, пока это у нас в закрытом доступе, пока с этим новым дашбордом работает только наш девопс, думаю, что для небольшого количества заказчиков открытую бету мы сделаем в начале следующего года. То есть, да, планируем, да, новый дашборд будет. Вопрос, а вы не смотрели на наш API? Может, он вам нужен? Смотрели, но страшно, когда там можно по паролю зайти и, допустим, бэкэнд поменять, то есть, нету ни сертификатов, ни ограничений по API-агрессам, пароль отек, и все, можно на сайт перенаправить. Ну, насколько я знаю, как раз API у нас и с SSL, и с... Спасибо, будем смотреть. Окей. Еще вопросы? Вы сказали, что используете BGP Anycast для терминирования трафика. Мы сами его используем. Я вам сочувствую. Понятно, и об этом как раз и вопрос. Как вы разруливаете проблемы именно с балансировкой по этому BGP Anycast? Потому что, допустим, даже если иметь две точки, допустим, Европа-Россия, то балансировка будет далеко не 50 на 50. Сто процентов. Причем о том, что, ну, будучи не новичком в сетевых технологиях, я понимал, что с этой проблемой мы столкнемся еще на старте продукта. Было несколько наивное предположение, что мы возьмем что-нибудь, что сделали ребята из Skyder, Robtex, Hurricane Electric. Чуть-чуть покрутим шестеренки и получим нужный нам балансировщик. Алгоритмик, который будет нам подсказывать, как нам нужно поставить анонсы, припенды, чтобы иметь балансируемую сеть. На самом деле все оказалось совсем не так. Это был длинный марш длиной практически в три года, в результате чего получился наш радар. это такой бесплатный сервис для операторов связи и собратьев по несчастью BGP и не каст. Радар кьюрейтер нет. И про то, как мы строим нашу сеть с использованием BGP и не каст, завтра утром читает доклад мой коллега Александр Азимов. Я приглашаю вас послушать его. Я думаю, что часть вопросов он снимет. как-то так. То есть BGP и не каст отлично, здорово, устойчиво, но очень сложно. Точка. Еще вопросы? Можете сказать, какие нагрузки в пакетных величинах вы имели в гигабайтах? Отличный вопрос, кстати. Хорошо, у зала вопрос, у зала вопрос будет. А у кого в его стойке с оборудованием есть какая-нибудь специальная железка, которая умеет Синкукис? Три руки. А все остальные про генераторы трафика новых поколений, видимо, не слышали. А сколько, по вашему мнению, вам вопрос, выдержит стандартная линуксовая коробка Синклуда с включенными Синкукис, естественно? Несколько миллионов. Нет. В лучшем случае. Да, вот правильный ответ из зала. Да, конечно, линуксовое ядро, оно несовершенно, оно совершенно по-своему, оно универсально. Но с точки зрения наших проблем, конечно же, использовать стандартный линуксовый стэк, это было бы самоубийством. В итоге мы имеем самописный стэк, свое, по которой занимается обработкой пакетов. И, в общем, я бы так сказал, что проблема с пакетрейтом, даже на таких краеугольных случаях, как SYNFLU для нас полностью снята. Мы работаем в Wirespeed, это 1488 для 10 гигабит. Нас это устраивает. Сейчас вот, кстати, вышли буквально месяца три назад новые интеловские карточки на X710 чипсете с 40-гигабитными интерфейсами. Вот они появились на этой неделе в Москве, на следующей неделе они появятся у нас в лабе. Посмотрим, какие цифры мы получим на 40-гигабитных интерфейсах. Я думаю, что все будет хорошо. А еще кроме, ну, можете вкратце перечислить, может, кроме интела какие-то сетевые карты используете и вообще какое железо в качестве маршрутизаторов и балансировщиков? Отличный вопрос. Как говорил предыдущий коллега в предыдущем докладе, достаточно часто ваше сетевое оборудование, особенно оно, если оно на себе несет какие-то стейтфул элементы, является собственно говоря, предметом атаки и первой точкой отказа. Это бывает регулярно. Мы же для своих задач используем стандартные комодики железа, это интеловые сервера, интеловые карточки, что позволяет нам быть достаточно эффективными по нашим затратам. один только важный момент. Как известно, количество серверов и у сервера есть одно достаточно узкое место, которое заканчивается моментально, это PCI-экспресс-шина и количество PCI-интерфейсов. Соответственно, чтобы расти дальше в пределах центра очистки трафика, нужно использовать какое-то устройство для посева этого трафика по набору серверов. Естественно, мы пришли к тому, что нам нужен Ethernet-коммутатор с 10-гигабитными интерфейсами и дальше нас ждал сюрприз. Много сетевых коммутаторов, достаточно известных на рынке брендов, при серьезных пакетрейтах и наших конфигурациях просто выходили из строя достаточно незначимых цифрах, порядка 20 мегапакетов, 50 мегапакетов. Что нас категорически не устраивало. В итоге мы остановились на таком достаточно новом бренде Arista. Arista, несмотря на то, что она производится на тех же самых чипсетах, люди пишут свое софтворе гораздо более грамотно и в лабе она у нас выжила. Единственная из всех доступных нам на год назад свечей. Так что, отвечая на ваш вопрос, да, мы строим наши балансировщики на свечах Arista. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok